Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о выборе краски. Как я уже сказала ранее, мы работаем акриловой краской. Какую акриловую краску лучше использовать? Дело в том, что существуют специальные художественные акриловые краски. Они продаются в тюбиках, либо в баночках в художественных магазинах. Объем этих баночек не очень большой, так как предназначен все-таки для выполнения не таких огромных работ, как настенная интерьерная живопись. Мы же в своих работах используем интерьерные акриловые краски. Они точно так же после высыхания образуют очень стойкую защитную пленочку, и это краски устойчивые к стиранию. Еще одно преимущество таких красок в том, что они выпускаются в большом объеме, соответственно удешевляется цена за краску. Что еще хочется сказать о красках, что нужно знать, да, это то, что краски делятся на интерьерные и на фасадные. Существуют очень хорошие качественные краски, которые имеют гибкую пластичную основу, благодаря чему, даже если стена даст какую-то там трещину, либо будет ходить, либо если вы будете выполнять работу на деревянных основаниях, то есть эти краски идеально подойдут. Обычно интерьерные краски, они после высыхания могут крошиться, да, то есть у них такой пластичной основы нету, но в принципе для интерьерной росписи они тоже хорошо подходят. Требование к таким краскам должно быть это возможность колировки. То есть если вы берете интерьерные краски для росписи, соответственно эту краску должно быть возможно заколеровать в различные цвета, иначе роспись просто не получится. Следует помнить, что любую краску рекомендуют разбавлять водой, либо добавлять туда колера не более 10% от общего объема краски. Иначе слой слезующий может нарушиться, и соответственно заявленные характеристики по краске, они будут не соответствовать. И роспись от этого может пострадать. Поэтому выбираем краску для художественной работы. Обратите внимание на то, в какой базе она продается, и возможно ли ее вообще колеровать. О том, как выбрать базу краски, я расскажу в следующем видео. Сейчас еще раз немножко о выборе интерьерной краски. Помимо базы, нужно обратить также внимание на объем. Интерьерные краски продаются в разных объемах. Большой объем приобретать не обязательно. Расход при росписи значительно меньше, чем нежели вы будете красить стену валика. Естественно, роспись выполняется уже на заранее окрашенной, подготовленной поверхности. Выбирая краску, посмотрите, для каких помещений она может использоваться. Есть краски специальные, которые приобретаются именно для влажных помещений, таких как ванны, бассейн. Есть краски для кухонь, для коридоров, для комнат. И, естественно, отдельная категория – это фасадные краски. Все материалы, предназначенные для фасадных работ отделочных, они также могут быть использованы внутри помещений. Основное отличие этих материалов в том, что они более прочные, они более устойчивые к воздействию агрессивных внешних факторов, таких как вода, ветер, перепады температуры. Но эти краски и материалы отлично подойдут также и для внутренней отделки. Единственная такая весомая разница – это разница в цене. Фасадные материалы, они, естественно, в цене подороже, чем просто интерьерные. До встречи в следующих видео. В следующем видео я расскажу о том, как правильно выбрать базу краски. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задать внизу в комментариях видео. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...